В эфире ежедневная программа Сменили лезвие на колеса. В Новосибирске прошло первенство региона по фигурному катанию на роликовых коньках. По словам организаторов, этот вид спорта куда доступнее, чем катание на льду. И такой же зрелищный. Так ли это и в чем отличие двух дисциплин, выясняла наша съемочная группа. Сменили лезвие на льду. Сменили лезвие на поверхности, нежели в коньках. Но в целом ролерспорт доступнее, чем лед, потому что летом не везде можно покататься. Многие катки закрываются, а ролерспорт является альтернативой фигурному катанию на льду. Обычные роликовые коньки, конечно, не альтернатива фигурным. Для профессионального занятия этим спортом все же нужна специальная экипировка. Отличий много. Одно из колес заменяет резиновый стопор на носке, который выполняет руль зубцов. Именно на нем делают вращение. Колеса разного размера и расположены дугой, чтобы имитировать лезвие конька. Но даже при всем этом выполнить элементы, идентичные тем, что на льду, довольно сложно. Рульки у них рама потяжелее будет. И выталкиваться тяжелее. А на льду еще лед выталкивает. Вот. И поэтому там можно и тройные, и четверные делать без проблем. Здесь двойные проблемные. У Ильи, как и у большинства взрослых спортсменов, тут есть спортивный бэкграунд. Начинал он с фигурного катания на льду. Позже увидел выступление ролеров и сменил коньки. В регионе он абсолютный лидер. Здесь соперников мне не найти. В Москве там со всей России собираются. И хотя бы человек 10 наберется. И посоревноваться можно. Побороться за место и за разряд. Какие вообще перспективы тебе откроют те прерывания в московском? Чемпионат Европы. У самых маленьких, а участвуют дети с 6 лет, определенной программы, как у взрослых, нет. Главное выполнить набор элементов под музыку. О сложных прыжках и вращениях тут говорить рано. Прощают им и падения. Чем старше спортсмен, тем жестче судейство. Пока фигурное катание на роликовых коньках оценивают так же, как и его собрата. Но уже со следующего года система оценок должна измениться. Будет отличие в наборе элементов. Там несколько по-другому оценивается техника. Например, приземление, касание после прыжка будет отличаться, оцениваться по-другому. В планах Новосибирской Федерации развитие синхронного катания, где в команде 4 до 16 человек. Но для этого нужны площадки побольше. В регионе развивают не только фигурное катание. Соревнования проходят и в скоростных дисциплинах. Футбольная Сибирь наконец победила. Правда, этот успех уже мало что значит. Орлы за два тура до окончания сезона никак не исправят турнирное положение. И вылет в ПФЛ – это, увы, нынешняя реальность команды. Новосибирцы на выезде сумели одержать победу над Армавиром, который, в отличие от Сибири, пока еще борется за прописку ФНЛ. Хозяева владели игровым преимуществом на протяжении матча. Новосибирцы же сделали ставку на редкие контратаки. Одна из них оказалась результативной. Единственный мяч в этой встрече был забит в самом начале второго тайма на 46-й минуте. Сафронов после передачи Житнева поразил цель хлестким ударом из-за пределов штрафной. Для Сибири эта победа стала всего лишь второй на выезде в этом сезоне. Мы планировали играть на быстрых отметных атаках, отдав инициативу соперника. Тем более знали, что ваша команда очень хорошо контролирует мяч и собраны квалифицированные игроки. Поэтому в одной из быстрых атак в начале второго тайма получился гол. В принципе, и дотерпели. Ребята дотерпели, молодцы, выдержали натиск. То место, которое мы занимаем, это несчастье для нас. Поэтому мотивировать их особо не надо. Пытаемся сохранить свое лицо. Ну и все-таки доказать, что наша команда и наш город достойны представлять ФНЛ. Вторит словам тренера и капитан команды Евгений Чеботару. В послематчевом интервью он отметил, что на место в таблице уже внимания не обращают. И оставшиеся матчи нужно в первую очередь провести для боельщиков. До конца сезона Сибири осталось две встречи и обе на домашнем поле – 19 и 25 мая. В соперниках – Курский авангард и Краснодар-2. Узнать результаты этих матчей, а также другие новости новосибирского спорта, можно в следующих выпусках программы, а также в аккаунтах спортобзора в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. С вами была Кристина Лата. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok